Всем привет дорогие друзья, с вами Лекта Бест, и это подборка наших сборов за последнюю неделю. Начинаем с простенькой цели из гильдии КБО всего лишь с 7 миллионами войск. Там пехотная фаланга, при этом нету Т-2 пехотинцев, но такая пропорция похожая на недостроенную ловушку под пехотный креп. По 2 миллиона Т-2 стрелков и кавы, кстати военный шмот стоит, полям у каждого Т-4 и есть даже немножко Т-5 войск, там по 50-30 тысяч каждого. Сбор его кавалерии со своего аккаунта, надеюсь там ничего не поменяется, главное чтобы он был не в сети. Кстати, несколько ребят его укрепили, издалека он там стрелочка летит, это войска долетают в креп, ну и все, сбор наш выходит, шмот там не меняется и мы в итоге противника пробиваем. Но кстати, наш сбор почти растворился, выжило всего лишь 280 тысяч войск, я честно сказать такого не ожидал, думал выйдет побольше. Ну да, там скорее всего полная война, военные таланты, наверняка вкачаны контртипы на максимум, ну да, если там открытый Т-5, то контртипы там должны быть 100%. Вот если бы он поставил стрелковую фалу, то скорее всего мы бы его не пробили, да, вряд ли бы растворились, потому что войск там мало, но потерь у нас было бы больше, чем у него. Вот, ну а сейчас осталось добить остатки в соло, там по факту остались только стрелки, совсем немножко кавы и совсем немножко пехоты, там стоит пехотный клин, не пехотная фаланга, поэтому добивать в соло будет не очень приятно, по крайней мере первым ребятам, которые зайдут. Но тем не менее они пробили, я сейчас пойду после них, хотел сначала отправить стрелков, но потом передумал и отправляю пехоту. Но это самый лучший вариант в этом случае, потому что стрелков там осталось еще примерно миллиона четыре. Конечно ставлю под пехоту пехотную фалу, залетаю в 3 ляма, минус 26 миллионов силы. Конечно после меня остатки уже добрали и поймали лидера, поймал лидера Крит. Вот такой вот была первая цель в 498 королевстве, первый день после моей миграции. Ну а теперь переходим в 755 гос на аккаунт к Синге, и тут уже цель гораздо серьезнее. Контрразведка, почти 2 миллиарда силы, игрок из вражеской гильдии ГОК. Ну и сейчас я иду тестировать его фалангу, отправляю в первую очередь осадки, 150 тысяч Т4 плюс Т1. Этого достаточно, чтобы справиться с любой стеной, даже 2 миллиона прочности. Ну и после осадок я отправляю кавалерию, сейчас будем смотреть на просадочку по силе. Так, от кавалерии он потерял примерно 40 тысяч силы, это точно не стрелки, потому что на стрелках он бы потерял не больше двух тысяч. Это скорее всего либо пехотная фаланга, либо кавалерийская. Вот сейчас узнаем точно после атаки из стрелков. Так, от стрелков он потерял 200 тысяч силы, до хрена. То есть это 100% кавалерийская фаланга, и я незамедлительно начинаю стрелковый сбор. Прошло 5 минут, и вот уже остается всего лишь 10 секунд до выхода сбора, ну точнее до готовности. В сборе у нас таймер, и пока я его не кикну, сбор не выйдет. Так, тестирую фалангу еще раз. Вижу, что просадка не изменилась, поэтому включаю кролика. Мы в любом случае в двухмиллиарднике останемся, там войск супер много, не знаю сколько, но точно больше 30 миллионов. Этого хватит, чтобы нас растворить даже на кавалерийской фаланге. Так, все я поменял, шмот поставил, кикаю осадочку и ускоряюсь на коврах. В итоге залетаем на минус примерно 90 миллионов силы, он дофига потерял, ну может быть чуть меньше, там минус 80. Пострадали Т4, сейчас посмотрим сколько там потерь по Вестнику, ну а пока что давайте начнем еще один стрелковый сбор. Там точно кавалерия еще осталась. В Вестнике больше 8 миллионов суммарных потерь, ему очень больно, потерял он 6 миллионов 600 тысяч войск, часть из них Т2, часть Т4. И вот уже готов второй сбор, позвали мы на помощь союзников, они тоже вот прилетели, смотрите, уже примерно сбора 4 открыто, но противник, к сожалению, проснулся и отхилил войска. Вот после последнего удара у него оставалось где-то миллиард 830 миллионов мощь и сейчас уже, обратите внимание, миллиард 840. То есть он отхилил 10 миллионов силы, мы конечно это заметили, но я пока что сбор не отменяю. Мы снова на таймере висим, я чекаю фалангу, но вдруг он по-прежнему останется на каме, ну мало ли, всякое может быть. Тут я делаю тест, вижу просадка большая, ну и подумал, почему бы не выйти, давайте попробуем. Ну вдруг повезет, прожму быстро ковры и возможно он не успеет фалангу поменять. Но это было слишком наивно, он все поменял и шмоты фалангу, но кстати не на пехотную, а видимо на стрелковую, потому что суммарные потери от этого сбора 5 миллионов 300 тысяч войск. Он потерял, получается 3 миллиона Т-вторых. Ну да, игрок опытный, там 500 миллионов киллов, явно сборы он принимает не в первый раз. Но суммарная просадка где-то порядка 100 миллионов силы от двух сборов, а остальные сборы, понятное дело, распустились и атаковать его не стали. Все-таки шмот там хороший и войско осталось еще приличное. Поэтому переходим к следующей цели, это кстати все происходило в тот же день, и теперь мы сборим игрока из гильдии ЦТ-2, который находится на запале. Он вкидывался в сбор на нашего игрока, который ушел под щит, и мы быстренько организовали 5 одновременных сборов, чтобы этим ребятам отомстить. Да, товарищ жирный, сколько войск непонятно, какой там военный шмот мы тоже пока не понимаем. До выхода сборов остается там буквально 15 секунд, и вот он решает улететь на траву. Боится. Видимо подозревает, ну предполагает точнее, что мы его возможно пробьем. Это хороший знак, давайте просканем, посмотрим, возможно он поставил уже бустик на атаку армии, там 50-70%. Он ему явно здесь помог бы. Так, а вот военный шмот, кстати не самый хороший, тут всего лишь одна оранжевая, все остальное золотое и только один фиолетовый кубок. Все, сборы уже в пути, в этот раз много кавалерийских, первые удары есть, просадка огромная, он принимает нас на пехотной фале, уже потерял почти 200 миллионов силы, ему супер больно, но это пока что только начало. Какие-то сборы залетают с опозданием, так еще минус примерно 90 лямов от одного сбора, залетает уже там 4-5 по счету сбор, и противника пробивают. Принял он супер неудачно для себя, он менял фаланги, получается, произошло так, что он принял первые два сбора на пехотной фале, а первые два сбора были кавалерийскими, потом он поменял фалангу на стрелковую и сразу же словил после этого пехотный сбор, который вынес ему еще там порядка 6 миллионов войск. Видите, суммарные потери по вестнику, там 8800, 8600, потом ЛХТ залетели на 5900 суммарных, и вот затем пехотный сбор 8500 опять же делает, видите, это пехота по шмоту, а мы били, получается, кавой. И вот последний сбор от лобби залетает из стрелков, там уже оставалось у противника всего лишь 15 миллионов войск, это были стрелки в стрелков, и, конечно же, лобби здесь выигрывает, потому что пехоты практически у противника к этому моменту не осталось. Он потерял там, кстати, 30 миллионов войск. Ну, а вот финальная цель этого ралли-пати, игрок из гильдии Пуф стоит около их улья, не на запале, мы надеемся просто на то, что он не в сети. Миллиард 476 миллионов сил, и шмот пока что фермерский, при этом стрелковая фаланга, и мы сделали где-то там половину кавалерийских сборов, половину пехотных, и всего лишь один стрелковый. Сборов у нас явно меньше десяти, то есть не супер много, если какая-то ловушка под мультисборы, нам ее пробить вряд ли удастся, но надеемся, что он спит, и нам повезет. Кстати, там, смотрите, среди фермсета стоит золотая броня чемпиона, то есть игрок явно не фри-то-плей, и военный шмот там должен быть серьезным. Фалангу несколько раз я повторно прочекал, она не менялась, просадка всегда была одной и той же, ну и вот сборы готовы к выходу. Ставлю бустик на атаку, иду уже на пехотном сете, на пехотной фале, прожимают ребята мне ковры, он уже поменял сет на боевой, спокойно сборы принимает, там два оранжевых кубка, оранжевые ботинки чемпиона, очень много УЗ, статы высокие, и он принимает нас даже без буста на атаку. Комфортно себя чувствует, потерял он чуть больше 100 миллионов силы, сейчас даже что-то захилит. Так, первый сбор, кстати, пронес 4 миллиона войск почти, это был наш сбор, а остальные сборы проносили все меньше, меньше и меньше. Было несколько кавалерийских сборов, которые вообще ничего не пронесли, были слабенькие пехотные сборы с таким себе шмотом, я так понимаю, даже без фамов, непонятно зачем такие сборщики пытались пробить такую цель. А миллиард 287 миллионов силы у него осталось, потерял он даже немножко Т-4 войск, то есть войск там не супер много, он нас принял в основном за счет своего хорошего военного сета, мы добрались до его Т-4 луков, луков там осталось Т-4 не так уж и много, и мы решили засборить его повторно. Нашли новых сборщиков и будем пытаться сейчас спасти тех, кто остался у него в тюрьме. Он был не против принять нашу вторую волну, улетел к форту, встал на траву, его полностью укрепили и сейчас я прочекал повторно его фалангу еще раз. Слава богу, там форпоста не было, я увидел просадку, это кстати я отправлял каву, кто не заметил, и он потерял 50 тысяч сил от кавалерии, то есть там точно сейчас не стрелки впереди, там впереди пехота, видимо его тоже укрепили пехами, и он надеется нас здесь переиграть. У нас кавалерийских сборов в этой волне было по-моему всего лишь два, и вот я сейчас в чате ребятам говорю, что нужно в первую очередь будет ускорять именно кавалерийские сборы, а все остальное уже после, и вот так возможно у нас какие-то шансы есть, тем более стрелков там для вторых точно нет, вот поэтому кавалерийские сборы должны внести очень много урона. У нас кстати тоже сбор из кавалерии от гильдии GVT, вот сборит другой наш серьезный такой игрок с фуллчемпом, со статами примерно 900% атаки, вот наш сбор уже залетел, просадка у противника большая, мы зашли где-то на минус 6 миллионов войск примерно, надо будет посмотреть потом по вестнику, ну и вот залетают запоздалые сборы, которые тоже к сожалению не пробивают, и оставляют у противника миллиард 200 миллионов сил, и сейчас возможно кто-то еще залетит, да еще один сбор, миллиард 181 миллион сил, и похоже это все, конец, да, больше сборов у нас не будет, но это было бы у нас 10 одновременных сборов, это конечно возможно и помогло бы его пробить, ну а так там в 5-6 трудноватенько, тем более каждый раз он пытается отхилиться, и это у него неплохо получается, потому что мы залетели далеко не идеально, вон смотрите, сбор от гильдии LHT пронес вон суммарно 8 миллионов 300 тысяч войск, то есть противник от него потерял 6 лямов, даже чуть побольше, наш сбор убил противнику 5 лямов войск, остальные залетали, ну чуть-чуть похуже, вот кстати Т-2 пехотинцев мы всех не пронесли, да, пехотинцев там было дофига, ну на этом все друзья, всем спасибо за просмотр ролика, если он вам понравился, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, всем желаю удачи и всем пока, до новых встреч!